Всем привет, ребята! С вами Аня Покров и это новый выпуск новостей. Но не просто выпуск, это спецвыпуск, которого вы так сильно все ждали. На нашем канале стукнул миллион подписчиков. Ра-ка-да-дам-да-дам-памфары, все дела. Я обещала вам, что когда на канале стукнет наконец-то эта круглая сумма, то новости буду читать не я, а ребята из Dream Team. Поэтому встречайте Dream Team House с новостями. А я пошла отдыхать, а точнее я поехала в Волгоград. Вот, вы, кстати, первая об этом узнали. Что еще я хотела сказать? Спасибо вам огромное, что меня смотрите. Я вас очень люблю, надеюсь, что этот выпуск вам понравится. Надеюсь, что ребята будут стараться. Ну, до меня им, конечно, еще далеко, но я уверена, они способны. Новостей накопилось много, они сейчас будут за меня отдуваться. Кстати, кстати, еще моему каналу скоро год. Поэтому это вдвойне особенный выпуск. Представляете, миллион и скоро годик. Все, обнимаю вас, целую. Я полетела. Все, давай, бро, остаешься за главного. Следи тут за ними, чтобы они всякой ерунды не наговорили. Давай. Блин, голенький, надо тебе одежду новую купить. Ну что, ребят, привет. Аня уехала, вот, поэтому я записываю новости вместо нее. Ну, как я, мы. Вот, Даня что-то немножко приустал, поэтому я решил его не будить. Записываем новости на фоне Дании. Ну, где вы такое еще увидите? Ну, наконец-то, блин, у меня новость просто вау. Моргенштерн выпустил альбом. Вы наверняка уже видели в интернете что-то об этом альбоме, про его 30-секундный трек с отрыжками, про его последний бит со славой. Если не слушали, можете не слушать, потому что большинство вам песен не вкатят, потому что они какие-то странненькие. Ну, Даня, например, зашло? Да, Данюк? Да, не зашло, мне тоже понравилось, потому что я люблю, что-то необычное, а люблю, что-то тупое. А это то самое, что, ну, мне по нраву. Ну, чтобы вы понимали, Моргенштерн так разогрел аудиторию, что в первые 10 часов этого альбома, ну, именно как он только появился, там было 9 миллион прослушиваний, 9. Это очень много, мне кажется, это рекорд в России, поэтому, ну, Моргенштерн не перестает удивлять, и я не удивлюсь, если он совсем скоро выпустит еще один альбом, потому что, как вы видите, на обложке альбома там половина лица обрезана. Мне кажется, что второй альбом будет старым частью лица. Ну, это мои предположения, на самом деле я тупой, ничего не понимаю в музыке, вот, ну, по моим трекам вы должны понимать, поэтому ждем, ждем, ждем. На самом деле альбом реально, блин, кринжовый, но слышать можно. Ребятки, ну, пока монтировали этот выпуск новостей, как я и предполагал, ночью вышел второй альбом Оргенштерна за неделю, и как вы видите, обложка альбома стала вторая часть лица. Слушайте, мне кажется, можно идти на битву к 100%. Ребятки, чтобы вы понимали, за 18 часов существования этого альбома в соцсетях, там уже набралось больше 13 миллионов просмотров. Не, ну, нехило так, да? Привет, ребята! Слушайте, ну, быть на канале Анечке Покров для меня честь, а особенно с Данчиком на фоне, надеюсь, его новости не ошарашат, а вас в то время ошарашат. Дрим Тиме сильные перемены, ушли аж 4 участника, если не брать это в расчет, Олега, который сыграл пятую роль в этой касте, так сказать. Эти 4 человека это Оля Шелби, Макс Климток, Никита Манагер и Аня Хохотетко. И пятый из огнем за Олегом, ну, нужно же его помнить. Для нас уход ребят это своего рода перерождение, своего рода какая-то такая новая история, которая сейчас ощущается в Дрим Тиме прямо за этим по кончикам пальцев. Конечно, нам досадно с какой-то стороны, потому что команда, она априори команда с таким количеством участников, с которым она изначально была, но эти перемены к лучшему для нас и для них. Это самое важное. Всем привет, с вами Янгер и Лиза Василенко ушла из Иксо. Многие давно об этом догадывались, но совсем недавно у себя в Инстаграме Иксо официально подтвердили, что Лиза больше не их участница. Я где-то слышал, что они поссорились, но вроде бы сейчас у них все хорошо, они дружат, просто Лиза захотела сольно развиваться. И знают, Лиза Василенко ушла из Иксо Тим. Это было обоюдное решение с двух сторон. Никто не расстраиваться, мы желаем Лизе удачи, а сами продолжаем развиваться. Также команду Иксо покинул Влад Хошин, но при этом он остался работать с Иксо Эдженси. Амина Тендерлибай хайпит? На днях Амина заявила, что не собирается снимать маску и показывает свой нос своим подписчикам. Вертидат. С чего вы вообще взяли, что это есть в моих планах? Я после Рина не говорила нигде об этом. Я отказывалась от всех интервью и напрямую говорила, если меня ловили в СМИ, что не отвечаю на вопросы по этой теме. Вот, фига вам. Два. С маслом. И многие подписчики задаются вопросом, зачем же тогда вообще нужно было делать операцию? А я считаю, что в первую очередь Амина делала операцию для себя. И ей решать, показывать, не показывать. И как жить будет? Погнали. Ребята, всем привет. С вами я, Настя Рыжик. Данька уже выспался и ушел. Катя Адушкина уедет жить в другую страну? У себя в историях Катя рассказала, что подала заявку на приотбор в одно учебное заведение. Известно, что в российские вузы не требуется проходить приотбор и подача заявок происходит летом. Также девушка заявила, что готовится к экзамену кембриджскому по английскому. Ай, я не понимаю, как ты это записываешь. У нее в голове просто каша какая-то. Также девушка заявила, что готовится к кембриджскому экзамену по английскому языку. Поэтому можно предположить, что Катя поступает в иностранный вуз. Но ранее она утверждала, что не собирается никуда поступать. А вы как думаете? Напишите в комментариях, Катя поедет за границу учиться или нет? Я вам скажу так. Следующая новость будет посвящена тому, что еще одна мечта Ани Бокровской сбылась. Она попала. Она всегда мечтала попасть в Саи. Блядь со своим яичным инстаграмом. Детский дом? Да, как Даня. Аккуратнее с языком, молодой человек. И спать с Малаховым на одной кровати. Ушел, Нишка. Аня всегда мечтала попасть на обложку журнала, там, где она будет одна. И вот, Эль Герл, Аня Покров. Тут сзади какая-то девочка. Я сейчас не сильно понимаю. Не русская какая-то. Вот, а это Аничка. Красотка. Сейчас, что в магазин не зайдешь, там Ана стоит. И я не знаю почему, но Аня скупает все журналы с магазинов. А подписчики заходят. Блин, где Аня Покров? А Аня такая, у меня все журналы. Ладно. Это круто. Я очень рад за Аню. Вот. Поздравляем Аню. Ура! Клип Юли Гаврильевны с Милохиным. На канале Hype House вышел долгожданный клип Юли на трек Омут, в котором принял участие Даня Милохин. В этот клип они вложили все свои чувства. А вы уже смотрели? Давайте спросим, как же этот клип Дани? Дань, можно пару слов о клипе? Не, в натуре класс. Спасибо. Инстасамка хочет накачать себе ягодицы. Нет, нет, надо как Аня делает. Инстасамка хочет накачать себе ягодицы. В своем инстаграме Дарья не раз упоминала, что хочет накачать себе, так сказать, пятую точечку до идеального совершенства, чтобы она была похожа на смайлик всем известного эмоджи Персика. Я задницу буду себе делать. Друзья, ни один врач в Москве не согласился делать данную операцию. Но кто хочет, тот всегда найдет. И Даша справилась с этой задачей, ну просто на 5 из 10. Ууу, то есть на 10 из 5. Ууу, да, на 10 из 5 это подходит. На самом деле, свое личное мнение, я не знаю, высказывают на этом канале или нет, но я считаю, что это круто. Почему бы и нет? Если ты хочешь себя совершенствовать в любых абсолютно сферах, сферах где-то до пояса, в сферах свыше пояса, не важно. Главное это совершенство. А если находится еще человек, который готов тебе в этом помочь, поддержать, а я уверена, у нее таких целая каста, так это вдвойне круто. Вероника Золотова и Паша Дворецкий встречаются. На днях Вероника выложила видео, где она целуется с одним молодым человеком, на что Паша прокомментировал его счастье и здоровых детишек. А еще он записал даже дуэт с этим видео. А после слили видео, где Паша и Вероника лежат на одной кровати в темноте под одеялом. Моргенштерна послали 7 тысяч человек. На днях Моргенштерн выступал на фестивале «Маятник Фука», который посетили 7 тысяч человек. И во время выхода Моргенштерна на сцену толпа начала кричать, чтобы он шел куда подальше. В ответ на это Алишер сказала, что это полное неуважение к нему, как к артисту. Меня там не было, и я не могу подтвердить никак этот факт. Возможно, Алишер сам подговорил толпу накричать ему всяких гадостей. Мы же с вами знаем, какой он юморист. Кстати, ребята, если кто-то из вас был на концерте, поделитесь, пожалуйста, правда это была или нет. Блогеры хайпятся на Казахстане. Многие из тиктокеров стали танцевать под казахстанский трек. И в комментарии стали обвинять, что они хайпятся на этом, что у них упали просмотры. Хотя это же тикток, ребята. Это нормально, что люди танцуют под какой-то трек. Это же мог быть любой трек. Я не могу уже, что за х**а, мне от этой ситуации больно в районе логики. Круто, что он стал казахским. Вы представьте, если бы мы стали писать, кому-то хватит снимать под русские песни. Да если какой-нибудь американец или кто-то смеет под русский трек, все-таки вау, это круто. Так почему же вы не поддерживаете? Аня Покров, Аня Покров, Аня Покров купила себе Мерседес. И самый новый Мерин забрал. ГЛС, как она говорит, в нем салон от Майбуха, в нем очень много авокадо, в нем замечательные мужчины и женщины проводят свой досуг легкими летними вечерами. На самом деле, Анечка Покров это вот лейбл, лейбл того, что она из себя представляет. И ее новая машинка, как и для меня, ее лучшей подружки, звучит еще в два раза приятнее, вы просто не представляете насколько. Я ей горжусь так вот, как волосами на своем лице. Имею в виду бруби, конечно же, но и не забываем про усы. Друзья, это просто разнос, разнос всего, просто офигенная машина. Анечка красотка, потому что стоит она, конечно же, 10 тысяч тнг. Сколько? 10 тысяч тнг. И хуахва. А в это время на такие деньги нужно много работать, я так скажу. Увольнение из-за видео в тикток? Совсем недавно произошел скандал с одной девушкой, которая сняла тикток на работе, после чего ее уволили. Девушка работала официанткой в сети ресторанов Тануки, но ее босс Александр Орлов решил ее уволить за то, что она сняла тикток, а всех тиктокеров он назвал тупыми. Хотя у самого есть аккаунт в тиктоке. Мое мнение, на работе нужно работать, а не тиктоке деградируем. После инцидента Валя Карнавал заступила за девушку и сказала, что сама сможет поработать официантом, если Александр Орлов вступит в один из тикток домов. И позже в одном из ресторанов Тануки Валя устроила фан-встречу. И блин, определять тупой человек или нет по аккаунту в тиктоке, ну это же глупо. Вам так не кажется? Дина Саева улетела в Африку. Я глубочайший фанат Дина Саевой. Почему? Потому что делать такие поступки, это правда важно. Не важно, что даже пишут в комментариях, типа показуха или что-то типа того. Показуха-то может быть и показуха, может быть и не так. Короче, тысячу раз можно все перекрутить, но сам факт того, что она делает доброе и крутое дело, как она его делает? Она его делает просто превосходно. Я смотрелась за историями, это очень интересно. Она поехала, приготовила много-много еды, подарков и все это подарила детишкам из Центральной Африканской Республики. У нее были проблемы с интернетом, у нее, я уверена, было много задач, с которыми было сложно справиться, но она справилась, сейчас она уже в Москве. Ей за это огромный, огромный респект и такие люди, как Дина, действительно нуждаются всегда в нашей крутой поддержке и неважно, что мы считаем, неважно, что происходит, главное, чтобы она твердо знала свое дело и шла к своей цели. А у нее это отлично получается. Диночка. Секретный подарок Бабичу от Вокров. Недавно у Артура был день рождения и Аня предподнесла ему подарок, который Артур не показывал целую неделю. Все гадали, кто же это может быть, предполагали, что это даже был петух, но оказалось, что это маленькая обезьянка по имени Чипапи. В общем, ребят, счастью Артура не было предела, нам всем самим было тоже очень интересно посмотреть на эту коротышку маленькую, такую милую. Блин, а вообще у кого дома есть обезьяна? А вы бы хотели завести себе такую маленькую обезьянку? Пишите в комментариях. Ну а это все новости на сегодня. С вами была Аня Покров и Dream Team House. Всем удачи и всем пока-пока.